Приветствую вас слушатели и зрители, с вами Наблюдатель Реальности. Сегодня мы рассмотрим такую интересную тему, как совместить духовное развитие и материальный успех. Тема на самом деле волнует многих, в том числе и меня, поэтому я и решил как-то разобраться в этом вопросе. Замечали ли вы, что в основном люди делятся на две категории? Одни стремятся к реализации в материальном мире, они думают о квартирах, машинах, бизнесе, доходном отдыхе на Майорке и таких людей большинство. Для других главное духовное развитие и чаще всего они остаются нереализованные в финансовом смысле. И только немногочисленная группа, единицы способны совместить в себе эти две силы, духовное развитие и материальный успех, гармонично продвигаясь в обоих направлениях. Ну что же может помочь нам уравновесить в себе эти две противоположные энергии и сбалансировать всю нашу жизнь? Ну ответ можно дать такой, это личностное развитие. Для многих людей понятия личностный рост и духовное развитие взаимозаменяемые. А есть ли для вас разница между ними? Ну давайте подумаем. Вот какой категории вы отнесете, например, молитву? А какой работу над своими слабыми качествами характера? Чтение духовной литературы это духовное или личностное? А вот изучение книг по лидерству, основанному на духовных принципах, например, там Стивена Кови или Джона Максвелла, способствует развитию личности или души, как вот вы думаете? А ведь обе эти книги говорят также о материальном успехе. Ну а теперь вот самый сложный вопрос. Построение успешного бизнеса, реализация своей профессии, зарабатывание существенного капитала, свойственно ли это духовно развитым людям или это удел материалистов? Давайте попробуем выяснить, что же такое личностное и духовное развитие и можно ли работу над собой совместить со стремлением к материальному успеху. Духовное развитие отвечает на вопросы, кто я, зачем я здесь, кем я хочу стать. Для меня, как и для многих духовно развивающихся людей, смысл жизни заключается в эволюции души. Животным царством управляет внутренний природный механизм, не поддающийся сознательному выбору. Ну а человеку, нам в частности, была дана свободная воля определять скорость и траекторию своего пути развития. Хотя свобода воли, если так вдуматься, тоже ограничена определенными обстоятельствами, которые создаются, опять же, подумайте, кем. Изучая духовные учения и жизни пророков, мы видим, какой может и должна быть наша жизнь. Мы обретаем цель, которая задает нам вектор развития. Чаще всего этот вектор зависит от географии и свойственных данному месту традиций. В каждой развитой культуре жил или живет учитель, духовный наставник, духовидец, жизнь которого служит для его последователей примером. Просветленные мастера разных эпох и традиций показывают нам пункт назначения, к которому рано или поздно придет каждый из нас, вне зависимости от того, какую именно тропу мы выберем для этого пути. Все мы рано или поздно станем просветленными, но кому-то для этого понадобится намного больше времени. Личностное развитие отвечает на вопрос, как стать совершенным. Если духовное развитие отвечает на вопросы, каким быть и зачем, то личностное развитие отвечает на вопрос, как это сделать. Такие инструменты, как соблюдение здорового образа жизни, создание гармоничных взаимоотношений с другими людьми, ответственное выполнение своих обязанностей на работе, помогают нам развиваться в правильном направлении. Здесь есть две проблемы. Если человек развивается духовно, но при этом он игнорирует материальный мир, то происходит одно из двух. Первое. Человек начинает жить в облаках. Чаще всего это относится к людям, изучающим эзотерические науки, философию. Соприкасаясь с тонкими мирами, они настолько отрываются от земли, что их семьи распадаются, они уходят с работы, теряют друзей и вся их жизнь трещит, что называется, по швам. Увлеченные эзотерикой люди думают, что они значительно прорвались в познании духовного мира и что материальный мир теперь за это им обязан. Материальный же мир живет по своим законам и не стремится удовлетворить тех, кто духовно стал более «продвинутым» в кавычках, но продолжает игнорировать материальные законы. Но это второй вариант. Человек впадает в апатию или еще хуже в депрессию. Соприкоснувшись с духовными знаниями, он осознает, что и он и весь окружающий его мир очень далеко от совершенства. Он перестает верить в то, что его жизнь может снова стать радостной и наполненной. У него опускаются руки и на протяжении многих лет он не видит света в конце тоннеля. Так где же выход? Выход из обоих состояний начать делать что-то для других людей, начать приносить пользу обществу. Даже современные ученые доказали терапевтическое воздействие благотворительной деятельности. Наша задача, развиваясь духовно, максимально эффективно использовать те таланты, с которыми мы пришли на эту землю. Что вы любите делать для других людей? Вы можете вести блог, кормить бездомных людей или лечить животных, помогать в просветительской деятельности человеку, который для вас стал учителем. Вы также можете построить свой бизнес, который создаст рабочие места и даст возможность нескольким или даже сотням семьям заработать. Ну это кто, так сказать, может. Возможности сделать этот мир лучше безграничны. Главное выбрать то, к чему лежит душа именно у вас. Иначе благотворительность перерастет в обязаловку. Ведь именно искренняя забота об окружающем мире позволяет нашей душе проявиться в материи. Когда мы работаем во благо других людей и получаем от этого удовольствие, наша жизнь наполняется смыслом и счастьем. Духовное первично. Духовное развитие всегда первично. Как известно, душа оставляет тело, а не наоборот. Все мы это знаем. Без духовного вектора люди могут преуспеть в достижении целей, в развитии своего бизнеса, но не установив связи со своей душой, они достигнут всех своих материальных целей, становятся несчастными. Наверняка вы знаете истории мультимиллионеров, которые покончили жизнь самоубийством. Ну, или у многих, там, взять, например, Стива Джобса, развился рак, и они ушли из жизни. А ведь, как все мы знаем, рак развивается только у тех людей, у которых крайняя степень недовольства жизни. То есть, у них внутреннее состояние такое, что оно позволяет с тонкого плана запустить процессы разрушения тела. Именно вот запускается вот этот процесс раковых опухолей и метастаз. Они стали успешными, но забыв о духовном, потеряли смысл существования. Если рассматривать всю нашу жизнь с точки зрения получения отдачи энергии, то все становится предельно ясно. Мы получаем энергию от жизни, питания, солнца, воздуха, физическая нагрузка, друзья и так далее. Ради того, чтобы мы могли ее отдавать в работе, в заботе о своей семье и о других людях. Духовное развитие, когда мы получаем энергию свыше посредством изучения, осознания, медитации. Личностное развитие, когда мы отдаем энергию, работаем над собой и содействуем развитию общества. То есть смотрите, к чему мы приходим. Духовное развитие, мы получаем энергию свыше. Личностное развитие, когда мы отдаем энергию. То есть должен быть баланс вот между этим получением и отдачей. Материальный успех – результат правильного взаимообмена энергии с окружающим миром. Если мы достигнем этого баланса, поймем, как это действует, то при духовном развитии мы достигнем и материального успеха. Баланс духовного и материального. Сегодня как никогда каждому из нас необходимо стремиться к равновесию духовного и материального. Ну, например, в Индии практически невозможно не подхватить какую-то болезнь, совершая паломничество или медитируя в ее ашрамах, потому что люди слишком глубоко погружены в духовное и забыли вообще начисто о материальности, чистоте, порядке, достатке. Знаете, наверное. В США все наоборот. Смыслом жизни стали власть и деньги. И общество стало глубоко несчастно в погоне за этими ценностями. Это вот как два примера дисбаланса. На примере этих стран мы видим, что перекос в одну или другую сторону ведет к деградации общества в целом. Задача лидеров сегодня – соединить и сбалансировать в себе эти две энергии и потом передавать знания всем остальным. Научиться жить в гармонии с собой, максимально используя свои таланты на благо людей, одновременно получая достойную материальную компенсацию за свою работу и при этом быть ориентированным на все более высокую цель. Вот гармоничное соединение духовного и материального. Инь и Ян. Ну и хочу я вам пожелать успехов в вашем духовном и личностном развитии. А у меня на сегодня все. Кому нравится мой канал, подписывайтесь. Жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новом ролике. Ну а если кто может помочь в развитии канала, каналу этому необходимо, так как он не имеет монетизации спонсоров, то может найти реквизиты, как это сделать, в описании к ролику. Ну у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok